уважаемые раки я приветствую вас на канале око таро с вами ольга сегодня предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю с 6 по 12 февраля включительно расклад подойдет и мужчинами и женщинам поэтому я вас всех приглашаю к своему столу что мы сегодня будем просматривать общие события этого периода связанные с личной жизнью и с профессиональной сферой рассмотрим и ваше финансовое поле возможности расходы и доходы кредиты и долги для тех для кого это актуально внешний мир в отношении вас рассмотрим скрытые факторы подведем итоги этого периода посмотрим какими для вас могут быть выходные дни и также в раскладе будет участвовать карта основного совета или карта форс-мажора и сейчас традиционно вы можете загадать картам один вопрос желания карта который я достану самое последний после основной выкладки всех карт вашего расклада и ответит на загаданный вами вопрос поэтому думаете о своем желании напоминаю что для тех кто знает свой асцендент вы можете просматривать этот расклад и по асценденту и по своему основному знаку зодиака таким образом у вас будет гораздо больше информации для сравнения работаю я сегодня на колоде второго ангела колода фактически готова кому нужно больше времени для того чтобы загадать свой вопрос желания нажимаете на паузу а я продолжаю и так ваша первая карта уважаемые раки все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его чтению я вижу что на момент просмотра из-за чего-то в вашей душе очень большая двойственность неуверенность с одной стороны с другой стороны желания перемен в особенности у мужчин если говорите женщинах то где-то вы несмотря на то что вас прекрасная интуиция в чем-то рассчитываете на мужскую помощь или мужскую поддержку или вы рассчитываете на то что мужчина впоследствии разрешит какой-то сложный ваш вопрос или задачу в то же время то что вижу по раскладу вам действительно нужно прислушиваться к своему внутреннему голосу ваше внутреннее чутье во многом вас не подводит ваш расклад начинается с очень активной благоприятной карты это туз жезлов первая карта уже говорит о начинаниях о каких-то важных проектах в начале этой недели у каждого это может быть свой проект своя важная задача но здесь я вижу огромную целеустремленность силу воли ваш ум и ваши возможности как только вы начинаете что-то делать сами высшие силы вам будут помогать вы ставите перед собой важные задачи и вы знаете как их решить это карта скорости она говорит о том что вы спешите вы торопитесь что-то успеть и и вам в чем-то помогают другие люди или вас кто-то тут же будет чем-то поддерживать в любых идеях которые для вас будут важны общий запас энергии прекрасной и эта карта говорит о том что все важные задачи можете начинать решать прямо с понедельника на входящие события для вас выпала не менее практичная карта пажа монет в большей степени по этой карте у многих основные хлопоты связаны с финансами с доходами заработками возможно с какими-то новыми финансовыми проектами или даже с возможностью определенного образования для того чтобы в чем-то получать важный навык и благодаря этому навыку потом зарабатывать больше но то что в вашей голове идет планирование по заработкам это однозначно я вижу что на сегодняшний день денег может быть и не настолько много как хотелось бы но вы показаны как люди очень практичные и деловые умные и смекалистые и с маленьких денег вы способны сделать большие деньги эта карта показывает учеников по жизни и неважно сколько вам лет вы все время чему-то учитесь но эта карта и напрямую может показывать вопросы образования связанные либо лично с вами либо с вашими детьми или внуками у тех у кого из детки или внуки очень много внимания может уделяться им для тех кто чему-то учится в чем-то пытается развиваться эта карта говорит о том что знаний пока в чем-то может быть не настолько много как хотелось бы но есть определенная база и при должной усидчивости вы или ваши дети будут достигать тех высот о которых вы даже не мечтаете сейчас потому что центр вашего расклада выпала карта старшего аркана звезд она говорит о том что у вас очень много возможностей это карта кармы и судьбы и она говорит о том что много все то что закладывается сейчас в этом периоде как фундамент может быть хорошей почвы для того чтобы развиваться в будущем я вижу что у вас очень много планов планов грандиозных то есть вы не живете только днем сегодняшним эта карта показывает и огромные связи и контакты со внешним миром с другими людьми у вас может быть очень много нужных знакомств и людей которые вас чем-то могли бы поддержать эта карта также говорит и о том что сами высшие силы и в ближайшее время и в ближайшем будущем вас будут вести по жизни потому что эта карта выходит на карту папы карту высших сил карту иера фанта у многих из вас прекрасный ангел-хранитель у кого-то может стоять хорошая родовая защита но и в этом мире есть конкретные люди которые во многих задачах вам будут помогать реализоваться карта может показывать соцсети интернет рекламу возможно кто-то зарабатывает посредством интернета даже если вы не работаете не зарабатываете посредством интернета у вас абсолютно другая сфера деятельности возможно вам с помощью интернета стоит лишний раз прорекламировать какие-то свои услуги для кого-то это возможность работать дистанционно работать на отдалении не выходя из дома конечно по этой карте это почет и уважение в тех кругах которых вы находитесь и однозначно возможность улучшить свои доходы во много раз тем более что в дом финансов даже в этом периоде для вас выпала девятка монет эта карта показывает заслуженную прибыль безбедную жизнь и финансовые возможности и благодаря тем деньгам которые будут ваших руках вы многие из своих задумок действительно сможете реализовать в вашем раскладе в малом кресте судьбы есть еще один туз мы видим туз мечей расклад начинался стуза жезлов а здесь туз мечей о чем это говорит о вашем характере настойчивости не только практичности но и о вашем аналитическом уме умения складывать в своей голове какие-то пазлы для того чтобы разобрать сложный жизненный репус и у вас все будет получаться на внешний мир в большой крест вашей судьбы выпала карта короля мечей и карта старшего аркана башни конечно эти две карты говорят о том что во внешней мере или из-за того что происходит во внешнем мире у вас могут быть очень большие нервы разочарования это могут быть и вопросы которые касаются политики возможно что-то влияет на вашу рабочую профессиональную сферу из-за каких-то политических влияний эта карта для кого-то из вас может показывать не только военного но и человека чиновника или человека врача или человека который пользуется определенной властью с которым вам так или иначе приходится иметь дело или этот человек влияет на вашу жизнь если говорить о женщинах то ваши основные нервы будут из-за мужчины в то же время благодаря мужчине какие-то важные вопросы все-таки будут решаться но в вашей жизни я вижу два важных мужских лица от которых что-то может зависеть на сегодняшний день из-за чего-то очень много споров даже возможных конфликтов и выяснения отношений в особенности у наших семейных пар потому что карта туза мечей и башни выпала именно для семейных пар поэтому если говорить о личной жизни те кто в паре выяснения отношений неизбежны по башне я вижу что вы не справляетесь со своими эмоциями вам сложно оставаться спокойными вам сложно молчать внутри дома внутри своей же собственно семьи вам сложно что-то регулировать ваша вторая половинка я вижу что пытается что-то поменять или что-то наладить но вы друг друга не воспринимаете или сейчас что-то и вы и ваш партнер воспринимаете в штыки то есть по этим картам я не вижу слышимости я не вижу диалога вам очень сложно договариваться а центральная карта говорит о том что вам нужно сохранять отношения быть лояльными друг другу что делать вам крайне сложно сейчас я вижу что у вас в подсознании и в подсознании вашего партнера есть мысли о том оставаться в этих отношениях или не оставаться у вашего партнера точно в подсознании есть желание выйти из этих отношений у вас двойственность неопределенность возможно вы считаете что у в вашей второй половинке от вас слишком много тайн или секретов. Но вы тоже очень много о своей второй половине не договариваете или не показываете, или не считаете нужным озвучивать. Если в этот период в доме решаются вопросы, связанные с определенными бумагами или документами, тут большие сложности. Решаем, решаем, решить не получается. Возникают препятствия. Возможно, и у вас, и у вашей второй половинки есть определенные проблемы с работой. Но то, что я вижу по раскладу, любая ситуация впоследствии разрешится благоприятно для вас. Но вы должны быть более сдержанными и спокойными. Тут очень много мыслей о потерях по поводу имущества, бытовых каких-то вопросов. Вы боитесь потерять даже то, что имеете на сегодняшний день. Если вы решаете сложную задачу по поводу официальных моментов в отношении дома, себя или ваших близких, тоже могут опускаться руки. Вам хочется все бросить, но вы должны идти до конца. Вопрос разрешится. Нужно чуть больше времени и даже хитрости впоследствии. Давайте посмотрим, что происходит у наших свободных. Для свободных выпала карта Верховной Жрицы. Также выпала Шестерка Жезлов. И карта Восьмерки Чаш. Центральная карта приятно радует. Она говорит о том, что многих из вас ждут какие-то позитивные известия. Это карта триумфа, достижений, возможностей и во внешнем мире, и в личной жизни. Но по первой карте вы также из-за всего сомневаетесь. Вы ни в чем до конца не уверены. Это карта огромной субординации с другими людьми. То есть вы кого-то к себе особо не подпускаете в свое сердечко. Боитесь лишний раз обжечься, даже если вы сейчас с кем-то и в отношениях. Я не вижу того, чтобы вы полностью этими отношениями были удовлетворены. Хотя человек, который рядышком с вами, к вам явно тянется. Вы можете нравиться многим другим во внешнем мире. Это поднимает вашу самооценку. Но вы особо не спешите с кем-то создавать серьезных отношений сейчас. Или даже если с кем-то знакомитесь, или с вами пытается кто-то знакомиться. Я вижу, что вы больше пытаетесь сознательно уйти от этого общения, нежели общаться. Для тех, кто в паре, могут быть мысли о том, чтобы из этих отношений выйти. Потому что бывают моменты того, что вам кажется, что партнер или партнерша вас не слышит, не понимает, что вы живете как будто бы на разных полюсах, что у вас разные взгляды на жизнь. И в чем-то могут очень сильно расходиться ваши мнения. И в какой-то момент вам может даже казаться, что тот человек, который рядышком с вами, тянет вас назад. И вы из-за него или из-за нее не развиваетесь. Человек, который рядышком с вами, может в свою очередь думать точно так же. По поводу личных отношений пока не стоит спешить делать определенные выводы. Не спешите по этим картам кому-то что-то обещать. Или давать надежду. Для того, чтобы потом не было больно тому человеку, который рядышком с вами. И повторюсь, даже если вы и будете знакомиться, а по шестерке жезлов это очень даже возможно, вы потом сами с тем или иным человеком общаться не захотите. В делах или в работе вы можете делать определенные успехи. Есть сомнения из-за каких-то дорог или передвижений. Поэтому, если у вас намечены или запланированы определенные поездки, возможно, они будут переноситься или откладываться. Я сейчас имею в виду дальние расстояния. И если меня смотрят свободные мужчины-раки, вам стоит прислушиваться к советам мудрой женщины. Потому что для кого-то карта Папесы может показывать женщину-учителя, женщину-наставницу, женщину-психолога, торолога, астролога или врача. Человека, который поможет разобраться с какими-то проблемами. Я вижу, что меня могут смотреть женщины с определенными способностями в плане магии или мантики. Те, кто действительно этим зарабатывает и практикует, я вижу, что вы способны зарабатывать очень неплохо. И у вас есть и авторитет, и признание. Но я вижу усталость. Я вижу моменты, что вам не хочется ни с кем общаться. Вам может просто элементарно не хватать отдыха. Поэтому по Верховной Жрице многим из вас стоило бы, конечно, задуматься и о собственном здоровье. И если вы чувствуете, что есть недомогание, или вы о них знаете, подлечиться стоит. Для кого-то из вас эта карта может показывать просто дежурное обследование. Теперь перейдем исключительно в вашу профессиональную сферу и возьмем дополнительные карты для тех, кто при работе и для тех, кто без работы. Я уже говорила о том, что те, кто при работе, заработать вы сможете. Это авторитет и уважение. Это возможности. И даже кто-то из вас смог бы развивать сразу несколько направлений. Давайте смотреть, что нужно знать тем, кто при работе. Для вас выпала карта старшего аркана «Колеса фортуны». Это скорость, это какие-то хорошие предложения. Возможно и то, что вы сами в чем-то будете ускоряться, или вам нужно будет с чем-то поторопиться и в чем-то не упустить свои шансы. Но в то же время эта карта может показывать и старую рутину, которую нужно будет быстро закрывать. Но у вас все будет получаться. Поэтому действуйте. Для тех, кто без работы. Для тех, кто без работы, выпала карта старшего аркана «Императора». Карта мужских энергий. И она может показывать конкретное мужское лицо и говорить о том, что для тех, кто в поиске работы, скорее всего, на ваше трудоустройство может повлиять мужчина или от мужчины впоследствии будет что-то зависеть в организационных моментах, моментах документов. Если меня смотрят женщины, это может быть сейчас и моральная, и финансовая поддержка от мужчины. Если меня даже смотрят те мужчины, которые не работают, и вы на пенсии, у вас очень практичный ум, вы очень грамотный человек, и даже будучи на пенсии, либо если вы еще по каким-то другим причинам пока не работаете, у вас может быть какой-то свой проект, свое дело. Потому что здесь я вижу человека-лидера по натуре, который очень много способен организовать не только в своей жизни, но еще и тех, кто рядышком с вами. А по этой карте от вас еще кто-то может зависеть, если говорить о мужчинах. Эта карта даже в этом периоде и для женщин, и для мужчин гарантирует финансовую стабильность. И то, что финансово, вы будете на плаву. Если сейчас кто-то пытается оформить определенные бумаги, документы, льготы для себя или для близких, вопрос потребует времени. Тут вам просто с кем-то своевременно нужно пообщаться, подписать какие-то договоренности, соглашения, и нужные бумаги на руки получить вы сможете. Благодаря этим бумагам вы тоже в будущем будете иметь определенные возможности. У тех, у кого есть долговые обязательства или кредиты, должны вы или должны вам, я вижу, что вы способны свои долги закрывать. Делайте это, потому что если вы этого не будете делать, позже будут все-таки возникать проблемы с банками или с физическими лицами. Если у вас есть собственные должники, возможно, им стоит напомнить о том, что вам должны. Даже если это какие-то долгосрочные договоренности. Потому что позже с выплатами я вижу, что могут возникнуть проблемы. Если вы в этом периоде куда-либо хотите деньги вложить для того, чтобы их приумножить. В этом периоде я вижу, что вы можете заработать, но нужно это делать крайне внимательно и осторожно. Потому что все-таки в крест большой судьбы выпала карта башни, которая может показывать определенные разрушения или нестабильность или какие-то ситуации форс-мажора. Тем более, что финансовая карта диагональ с картой дьявола. Я вижу, что по вложениям у вас будет несколько возможностей или несколько вариантов, которые вы для себя будете рассматривать. Тут главное принять правильное решение. То, что касается сделок, связанных с недвижимостью, с куплей или продажей крупного имущества или крупных вложений, с этим тоже стоит повременить. Потому что и у вас будут какие-то варианты, и, может быть, из вот этих вариантов вы для себя впоследствии выберете лучший, или более для вас удобный, или более для вас приемлемый. Я вижу, что у наших семейных пар либо есть проблемы имущественного характера, либо какие-то вопросы, связанные с имуществом. Эти вопросы нужно решать только с помощью юридических лиц. И в этом случае для вас не будут лишними консультации юристов. Опытным или хорошим юристом в вашем вопросе все-таки может быть мужское лицо. Что в скрытых факторах? В скрытых факторах для вас выпала двойка жезлов, карта старшего аркана дьявола и карта короля жезлов. Я вижу, что основные искушения все-таки связаны с заработком, с какими-то дополнительными возможностями, с деньгами, с доходами. То есть вам захочется свои доходы улучшить, возможно во что-то их вложить, возможно один проект совместить с другим. Но здесь есть некая доля риска или некоторая доля заблуждений или скрытых факторов. Тут еще возможно и то, что если вам кто-то предлагает что-то из внешнего мира, по дьяволу это могут быть другие люди, то может быть на каких-то своих условиях, со своей выгодой. Не спешите у кого-то деньги одалживать или давать кому-то в долг, если у вас просят, потому что будут сложности с отдачей. Если меня смотрит женщина, то какие-то финансовые вопросы вам поможет решить мужчина, но на его условиях мужчина явно чем-то манипулирует или манипулирует вами или вашим сознанием, но вы в ту же очередь можете делать то же самое. То есть здесь хитрость идет на хитрость. Если говорить о мужчинах-раках, то вам такое ощущение, что кто-то постоянно пытается действительно манипулировать или управлять, а вы не поддаетесь. Вы, я вижу, что кого-то довольно-таки яростно ставите на место или осаживаете, но вы и сами прекрасные манипуляторы. На завершение этого периода для вас выпала карта старшего аркана папы, которая говорит о том, что итогами этой недели вы будете довольны. Это карта покровительства и защиты небес. Какими бы вы для себя выходные не запланировали изначально, они для вас будут позитивными. В выходные многие из вас способны будут решить и какие-то деловые или коммерческие рабочие вопросы. Если будут решаться вопросы семьи или дома, для женщин скорее всего что-то будет зависеть от мужского лица или от решений мужчины. Так как это карта веры, внутренние молитвы, она может показывать и храмы, и места силы, которые возможно кто-то из вас в выходные дни захочет посетить. Возможно вы захотите пообщаться с каким-то умным или мудрым человеком для того, чтобы в чем-то получить для себя нужный и важный совет. И вы его получите. На завершающую карту выпала еще одна, и я ее, конечно же, оставила. Это карта старшего аркана шута. Обратите внимание, что на завершение периода выпало два старших аркана. То есть по папе это возможность удачно или благополучно закрыть какие-то старые проекты и начать развитие новых по шуту. Обе карты гарантируют замечательные возможности на ближайшее будущее. Ну а теперь возьмем карту скрытых факторов или карту основного совета. На основной совет выпала карта мага. Снова старший аркан. Карта манипуляции управления и осознанного выбора. в чем-либо осознанных действий. Если меня смотрят женщины в чем-то проявление даже мужского характера или мужской настойчивости, но так как все-таки это карта мужских энергий, то возможно на какие-то наиболее важные вопросы будет влиять мужчина или от мужчины может что-то зависеть. Или мужчина вам в чем-то готов помочь или какие-то люди готовы вам в чем-то помочь. Не обязательно что мужское лицо это могут быть и несколько на которых ваш вопрос зависит. Эта карта предупреждает вас о том, что прежде чем начать любой новый проект вам нужно что-то хорошенько рассчитать изначально в своей голове. Но вы примите правильные решения, вы сделаете правильные выводы и в ваших руках будет нужный ресурс или нужная возможность для того, чтобы реализовать ту или иную надежду. И по этой карте я вижу, что вы можете действительно совмещать сразу несколько интересных для вас проектов и параллельно еще чему-то учиться, получать новый опыт, новые знания. Эта карта своего рода эксперимента в тех сферах, которые для вас интересны. Поэтому развивайтесь, у вас все будет получаться. Также эта карта вам советует любую ситуацию брать под свой контроль, так как все-таки это карта управления. Вы должны уметь пользоваться своим красноречием или внушением своим мыслей другим людям. Чем более вы в чем-то будете убедительны, тем легче тот или иной вопрос решится. Ну а теперь посмотрим, сбудется ли ваше желание. На ваш вопрос выпала девятка жестов. Эта карта дает ответ, да, но она говорит о том, что вопрос сложный. Скорее всего, это старая проблема. Возможно, проблема не одна, или вопрос был не один. Вы бесконечно решаете одно и то же, но пока вы немножко застряли, зависли, у вас на что-то не хватает сил, не хватает энергии. Если вопросы связаны со здоровьем, то я вижу, что нужно продолжать лечение, а проблему решать необходимо. Если вопрос касается определенного конфликта, в этом конфликте возможно вам кто-то выдвигает какие-то свои условия, которые для вас неприемлемы, а вы выдвигаете свои в свою очередь. И по этой карте идет борьба или защита своих интересов. У вас есть все шансы на победу, но вы на постоянном надрыве, потому что вам не хватает сил. У вас может быть очень светлая голова, но в ваших руках мало каких-то возможностей. В то же время, если к вашему вопросу подключить еще кого-то, то с помощью других людей вопрос разрешится и быстрее и легче. По вашему вопросу или вопросам будет еще очень много споров и разногласий, и по вашему вопросу будет вестись диалог между двумя мужскими лицами. Или если меня смотрят женщины, то скорее всего ваш вопрос может зависеть как минимум от двух мужчин, от действий или решений этих людей. И то, что я вижу по раскладу в отношении вашего вопроса, вам нужно в чем-то немножко поменять тактику или стратегию. Вам нужно что-то переиграть или даже прибегнуть к некоторой хитрости. И не только хитрости, а также умение влиять на чё-то сознание и подсознание. Это то, чем вы должны пользоваться. Уважаемые раки, таким для вас был расклад на этот период. Я думаю, что информация для вас была интересной, нужной, полезной. Пишите в обратных сообщениях, как впоследствии этот расклад с вами проигрался. Подписывайтесь на мой канал все те, кто еще не подписан. Я вас благодарю за просмотры и всех вас жду на следующей неделе в свежих прогнозах. Всем до свидания.